Работа над созданием пеострого летнего наряда Бреста в коммунальнике не останавливается практически никогда. На протяжении всего года здесь садят, сеют, поливают и подкармиют. Одним словом, заботливо выращивают цветы природных красавиц и красавцев. Но сегодня пора особенно горячая. Отсюда на улицы города уже переехало порядка 360 тысяч штук однолетней рассады. За весь сезон планируется вырастить около 900 тысяч. Это разновидности питуньи, тагетиса, агератум. Также высажена из ампельных растений пеларгония ампельная, питунья ампельная, калибрухоа. Наличие бакопа, как экспериментальный вариант, тоже высажено в некоторых подвесках, в вазах. Полюбоваться красотами можно практически повсеместно. Вертикальные и обычные клумбы, а также композиции создают в Бресте особую атмосферу. Ежегодно специалисты коммунальниках уже полюбившимся и проверенным растениям добавляют новинки. Из новых растений, которые были приобретены у нас для вертикального озеленения, это дихондра использовалась. Сейчас на подходе у нас интересное очень растение колоцефалус. Это серебристого цвета растение, напоминающее олени и рога. Я думаю, что оно тоже будет пользоваться спросом. Также у нас для пробы посажен на цветниках города львиный зев. То есть он возобновил. Раньше он использовался, 15-20 лет назад он использовался в озеленении города, но как-то его немножко позабыли. Хотелось бы еще попробовать вернуть такое растение, как портулак. Он тоже это яркий цветной ковер, который украшал бы город. Готовятся коммунальные службы и к фестивалю цветов, но секретов своего проекта пока решили не раскрывать. К слову, несмотря на конкурсную основу, здесь готовы помочь и остальным участникам инициативы. Фестиваль цветов не за горами предприятиям и организациям города над Бугом стоит всерьез заняться подготовкой. Борьба обещает быть и жаркой, конкурентной, но очень красивой.